Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжим сегодня книгу Хискель, 21 главу. У нас несколько, в этой 21 главе мы сказали, несколько пророчеств, которые говорят о мече, меч, который придет. Мы говорили на прошлом уроке о аллегории, потом объяснение аллегории. И в принципе во второй части 21 главы идет, скажем так, несколько пророчеств, у которых одна тема – меч. Меч, и скажем так, в этих пророчествах, я не знаю, если еще русский язык не смотрел, я с вами его вместе узнаю, русский перевод, а на иврите это все учу. Так вот, на иврите в любом случае есть много странных выражений, которых нет аналогов и их очень тяжелого понятия. Что они значат, то есть иногда нужно пытаться понять, попробуем разобраться всем этим. Итак, первое пророчество, которое у нас есть, связанное с мечом, она занимается тем, что Всевышний предупреждает, что меч, тот меч, который придет над Иудеей и поразит ее, уже близок. И в принципе это пророчество разделяется на две части. Оно разделяется на две части, когда каждая из них имеет, скажем так, птиха, то есть начало, где сказано «бен Адамгин Абе», то есть «сын человеческий пророчествуй», то есть с этого начинается. И сиюм, то есть окончание этой части, где сказано «нума шем», то есть «слово Господа Бога», или в другом «они о шем дебаты», «я Господь говорил», как Бог заканчивается. Итак, начнем с этого пророчества, с первой его части о мече, то есть очень интересно описание. «И было слово Господне ко мне сказано», это 21 глава, 13 стих, «сын человеческий пророчествуй скажешь, так сказал Господь, скажи, меч, меч наострен и отполирован». То есть, да, что имеется в виду, меч наострен и отполирован, имеется в виду, что она уже очень, то есть острый меч, отполирован, имеется в виду, что она сверкает этот меч, в принципе, он уже наводит ужас над врагов, имеется в виду в этом случае. «Для убиения обреченного убийству наострен, чтобы сверкакал, как молния отполирован. Радоваться ли нам? Жезл, предназначенный для сына моего, презирает всякое другое дерево, другие народы». Я сказал, что тут очень странные фразы, непонятные, даже на русском я вижу уже непонятные, очень проблематичные. «И он дал его отполировать, чтобы ухватить рукой. Он наострен меч, и он отполирован, чтобы отдать его в руку убивающего. «Вапи и рыдай, сын человеческий, ибо он был предназначен для народа моего, он для всех князей Израиля. Обречены мечу были они с народом моим, потому бей себя по бедру, ибо сын мой ранее был испытан. А что, если так же жезл, презирающий другие народы, поразит его? Не станет его слово Господа Бога». Окей, давайте разберем, что мы здесь прочитаем. Ихискеру было поручено сказать народу, что нож, меч, который возносится над Иудеей, меч, который придет, поражение, разрушение, смерть, которые придут, уже заострен. Он уже наточен, он уже готов, он уже сверкает. К чему он сверкает? К ближайшему убийству, ближайшему удару, который произойдет. Скажем так, очень художественное, очень литературное, весьма вивиеватое, если бы вы прочитали на иврите, то есть на русском это немножко более грубое. Но когда ты читаешь на иврите, очень, очень такое вот, скажем так, восточно вивиеватое, то есть описание, которое весьма тяжело понять. Он насис шевит бнейм осет коль эц, то что я уже сказал. Радоваться ли нам жезл, предназначенный сыном, он презирает всякое другое дерево, другое народное, то есть да, фраза. Еще одна фраза, которая появляется. Веки бохан, вы магам шевит муэсет ло ло е, то есть да, сейчас, это на русском, что так, если так, так же жезл презирающий другие народы поразит его. Но, короче, что это значит, что это за фразы такие, о чем это вообще речь идет? Дело в том, что Раши пытается объяснить и говорит следующее, он говорит, он говорит такую фразу, смотрите, Раши объясняет. И слышал об этом многие языки и видел в книгах разные решения, что значат эти фразы, и они меня не удовлетворили. То есть, да, они не понимают, Раши не понимают, что эти фразы значат. Шадаль пишет тоже, слушайте, в конце концов, ничего не понятно из всех этих ветвеватых писаний. И это из тех писаний. То есть, у них нету ни понимания, ни предназначения, и связи вообще. И с ума посходили, если бы так скажем, более простым языком, с ума посходили объясняющие, комментирующие, для того, чтобы понять сказанное. И со всеми попытками объяснять, то есть, придавливая, чтобы объяснить, оно таки осталось непонятно, то есть, да, чужестранным. То есть, из покрыла это облако и туман. То есть, да, и большая тьма падает на все. Короче, говорят нам комментаторы. То есть, Ашадаль, Раши и так далее. Все, что мы прочитали, то есть, в этих вот описаниях, Жезл, Сын Человеческого, Дерево и так далее, есть комментарии, нет смысла понимать. То есть, да, потому что невозможно понять, очень непонятная вещь. В любом случае, что да, получается, есть, и Хискель получает очень символическое действие. Что и Хискель должен сделать? То есть, после того, как описание, что меч зашел, мы поняли, что и какой-то меч зашел, и нужно восторженным таким быть и так далее. Мы не поняли, что восторжено, почему восторжено, как восторжено, все эти фразы. Но то, что да, мы знаем, и Хискель получает действие. Действие весьма символическое. И Хискель должен кричать, плакать, бить себя по бедру. Для чего? Для того, чтобы выразить боль и страдания от этого меча, которое в будущем придет ударить по народу и по его князям, по его главам. Таким образом, что пытается сказать пророчество, то есть действие это, что все те стихи, то есть все эти непонятные фразы, которые мы читали, великолепного меча, сверкающего дерева, жезла и так далее, набор слов, которые нам кажутся, описание Всевышнего, это все привело нас к тому, чтобы понять, что вот эта вся красота, это не то, что мы восторгаемся, мы просто понимаем, какой кошмар на нас идет. То есть и Хискель выражает страдания, боль от того, что на нас идет, вот этот великолепно сверкающий меч. От которого вызывает восторг и недоумение, и красотой своей. Это идет упасть на нас, это идет нас ударить. Это для того, чтобы описать и донести в конце до народа, что в конце концов вот этого действия, что делает Хискель, что удар, который придется по народу, он будет настоящим, очень болезненным и принесет огромный страдание. Это то, что происходит. Это первая часть. Также в второй части, то есть того же самого пророчества, из Хискель ему снова дается задание сделать следующее символическое действие. Это все тоже пророчество про этот меч. Там сказано следующее, 19 стих. «И ты, сын человеческий, пророчествуй и ударь ладонью о ладонь, и удвоится меч в третий раз. Меч для обреченных – это меч убияния многих настигающих их». Кстати, что такое меч удвоится в третий раз? Здесь я обреченных, скорее всего, что от того, что ты ударишь ладоши, это получается, что удар меча, скажем так, будет, удар от него будет увеличен вдвое, а то и втрое. То есть то, что произойдет. «Чтобы растопить сердце, и многие преграды у всех ворот их поместил я, увы, острие меча сделано сверкамище, окутанного для истребления. Соберись направо, обратись налево, куда бы ни было устремлено лицо твое, и я тоже ударю ладонью свою, ладонь свою, и утолю ярость мою, и я, Господь, сказал». То есть в принципе их и сфера порочна ударить ладонью об ладонь. Для чего? И, скажем так, это предназначение вот этого вот удара в ладони – обратное предназначение удара по бедру, которым предварительно он должен сделать. То есть удар ладонь об ладонь – это не выражение боли и страдания, а это действие, которое превращает меч, мистическим способом каким-то странным, увеличиться вдвое или втрое в каждом ударе. То есть если предназначение, когда он хлопает себя по бедру, это действие, показывающее страдание, то хлопывание в ладони, то есть ладонь об ладонь, показывает того, что удар будет вдвое и втрое сильнее. Кстати, здесь тоже язык, как вы видели на русском языке, тоже очень тяжело понять. И на иврите тоже очень тяжело для понимания. Но то, что да, можно понять и увидеть, что меч ударит страшным ударом и поселит страх и трепет среди народа. Причем среди всех городов иудейских. Она будет бить, этот меч будет бить во все стороны, то есть не разбирая. И вообще будет непонятно, куда оно двигается, этот меч. То есть будет такой хаос от удара, что будет непонятно, где это ударит в следующий раз и куда это направляется, и чем это вообще закончится. Это то, что будет происходить. Это то, что происходит в этом писании пророчества. Вместе с этим, это короткое пророчество, это и одно короткое пророчество было, потому что мы читали с самого начала, оно заканчивается утешением. То есть есть утешение. И Всевышний ударит ладонью об ладонью. Только удар Всевышнего ладонью об ладонь будет отличаться от удара пророка. Если удар пророка ладонью об ладонь показывает увеличение ударов меча, то хлопок, то есть удар ладонью об ладонь самого Всевышнего показывает совершенно обратное. Это показывает окончание удара Всевышнего. То есть, в принципе, это покажет, что Всевышний закончил с ударом меча, и меч, в принципе, возвращается в ножи. То есть, на этом это заканчивается. С этого момента, то есть, дальше пророчество переходит описание о том, как этот меч по-настоящему придет, с точки зрения, как это практически будет выглядеть, что произойдет, как он придет. И было слово Господне ко мне сказано. 23 стих. «А ты, Сын Человеческий, установи для себя две дороги, по которым предстоит прийти мечу царя Вавилонского. Из одной страны выйдут они обе. Избери место для указателя, в начале прути и город избери. Установи дорогу, по которому меч придет в Раббат-Бен-Эй-Амон». Раббат-Амон – это не столица Ярдании, как сегодня. То есть, знаете, тамонейские горы – это столица народа амонитян, которые находятся там, где сегодняшняя Ярдания. У которых столица Раббат-Амон, там, где сегодня ярданцы сделали свои страницы. Так вот, в принципе, дорога, идущая на Раббат-Бен-Эй-Амон, установи дорогу, по которой меч придет в Раббат-Амон, и в Иуду Берушалай ему приплен. То есть, в принципе, дороги, две дороги, по которым меч может идти. Одна дорога идет в Раббат-Амон, камонейцам, вторая – в Русалим и Иудею. «Ибо остановился царь Вавилона на распутье в начале двух дорог ворожить ворожбу, потряс он стрелами, попросил Терафима, рассматривал печень». То есть, царь Вавилонский стоит, как тот Илья Муромец или Ивановский дурачок перед камнем. То есть, да, и решает, куда же ему идти, куда направить ему свой меч – в Раббат-Амон или в Иерусалим? И он начинает делать, как он решает, куда он пойдет, русским народным способом, точнее, вавилонским народным способом, подкидывая монетку, то есть, кидая жребий. Первое, он делает стрелы, то есть, для жребия, то есть, были, то есть, наверное, оттуда придумали в русских сказках, бросать, стрелять стрелами, выбирать себе так жестко, но, в принципе, это древний средиземорский обычай у народов, то есть, Ближнего Востока, стрелять стрелами для жребия. То есть, да, показывая, то есть, куда упадет, то есть, и такой жребий будет, то есть, куда его понесет ветер. Это один жребий, он делает, вопросил терапевт, то есть, обратился к идолам, это тоже жребий, то есть, вопрошения, которые делались, возможно, в те времена на Ближнем Востоке. Рассматривал печень, то есть, брали печень животного, и на нем тоже всякие, знаете, типа такого гадания на гуще на своем. То есть, три эти вещи дела. Кстати, между прочим, мы видели, что эти вещи используются для гадания или для бросания жребия. Мы видели, у царя, у Давида и Шауля тоже это появляется. Знаете, уже появляются такие, все эти три вида жребий. Короче, царь Вавилонский пытается решить жребий. Мы идем на Роботамон, мы идем на Русалим. Он не знает, куда идти еще. В правой руке его жребий Ирушалаев. Ставить тараны, открыть уста для убийства, возвысить голос, бранам кличи, поставить тараны к воротам, насыпать вал, построить осадную башню. У него, получается, у царя Вавилонского все эти три вида жребия показывают ему только один путь. В Иерусалим. Как называется, правда, Лявдиль, то есть, да, отделять тысячу отделений. Есть песня Авраама Фрида, называется «Коладрахим», называется «Мувелин ли Ушалайм». Все пути ведут к Иерусалиму. То есть, там имеются все молитвы, все пути и так далее, к еврейскому народу. Здесь у царя Вавилона, куда бы он ничего не бросал, все ведет в Иерусалим. То есть, в принципе, направление Всевышнего, которое направляет царя Вавилонского на Фуноса, то есть, да, на Иерусалим. И представилось, представится оно, то есть, это джебетовское решение, в глазах их местного народа Израиля, как гадание лживо те клятвы, которые клялись им, и они напоминают о беззаконии быть ему плененным. Окей, и посему сказал Господь Бог, так как напомнили вы о беззаконии своем, обнажив преступления ваши, чтобы явными стали греки ваши, во всех деяниях ваших, так как были вспомянуты вы, рукой будете схвачены и пленены. Окей. И мы уже видели, давайте пробуем объяснить, что здесь, кстати, снова это символическое действие, то есть, да, то есть, и дороги, и так далее. Мы уже, когда изучали четвертую, пятую главу, мы видели по поводу той черепицы, которую взял Ихискель и видел, то есть, которая собой представляла Иерусалим, и он делал всевозможные действия, которые показывают, что произойдет с Иерусалимом. В этом случае он тоже делает, в принципе, как и с черепицей это был, как бы, макет Иерусалима. Здесь тоже должен сделать макет пророк построить, как мы объяснили, две дороги, проложить две дороги, одна в Иерусалим, одна в Рабатамон. Для чего? То есть, в принципе, мы, то есть, в Рабатамон, Иерусалим. Почему? Как мы объяснили, что царь Вавилонский будет идти по этой дороге, ему нужно будет решать, куда ему идти, он будет делать всякие манипуляции, и, в конце концов, решить Иерусалим, потому что Всевышний это вложит в него, чтобы он прошел на Иерусалим. Теперь, это будут действовать, возможно, скажем так, волшебные вещи, то есть, такие, колдовство и так далее. Теперь, интересно, что народ не поверит во все эти действия, то есть, Ихискель, для кого это все делает? Он это показывает народу. Народ этому не проверил, потому что он скажет, так, кесымша, лживое волшебство, то есть, лживое ворожея, то есть, так подает народу. И, в принципе, здесь, скажем так, здесь в каком-то смысле, то есть, Всевышний обвиняет народ Израиля, что они будут относиться к этому, как к лживой ворожеи, то есть, поскольку Ихискель будут делать. И это есть какая-то ирония в каком-то смысле. Почему ирония? Дело в том, что народ уже, когда лжепророки давали, говорили вещи лживые народу, которым приятно было слышать, то народ в это верил. Допустим, давайте, открою сейчас 13 главу, то, что мы читаем, я вам прочитаю там, там не слышно. Раз вы не виденное пустое видели? То есть, когда делали лжепророки, всякие действия, Всевышний говорит народу. Разве не видение пустое видели вы и не предсказания, а ложные изрекали, изрекаете, говорят, то есть, по лжепророкам это сказано? То есть, и все нормально, народ принимает это. Дальше мы видим, тоже в 12 главе такое же видим, похожую вещь, например, тоже сейчас приведу. Здесь тоже мы это видели, 24 стих. «Ибо не будет плетникового прорицания лживой и ворожбы льстивой в доме Израиля». То есть, в принципе, народ Израиля, скажем так, спокойно кушает лапшу, которым увешаем всяким ворожей, то есть, когда делают лжепророки, но когда им делают настоящий пророк, и показывают вещи, которые идут от Всевышнего, они именно в этот раз принимают это как какое-то волшебство, какие-то фокусы, то есть, да, и не принимают это. Когда им показывали фокусы и вешали лапшу на уши, они принимали от лжепророков. Когда настоящий пророк им говорит, они это не принимают, считают это фокусами и приколами. То есть, как бы ирония такая. Таким образом, Всевышний говорит, что он вспомнит их грехи таким образом. То есть, он напомнит их грехи. Сейчас я вернусь назад, то есть, в нашем углове сначала. То есть, он вспомнит их грехи, и сказано у нас там в конце, что вы будете, то есть, что они будут схвачены в их грехах, то есть, пойманы за грехи. И смотрите, сейчас закрывается тема по поводу удара ладони об ладонь, рука. То есть, кафалька, то есть, сказано было, что он должен был пробить пророк рука об руку, правильно? Кафалька, а что сказано на ибрите по поводу, что здесь? Вы гумас скир авон литапэс, то есть, литапэс, то есть, литапэс, то есть, литапэс, то есть, хватится ваш грех, и сказано, вы бекахти тавсу, и рукой будете пойманы. То есть, да, вот эта вот рука, которая хлопала для того, чтобы научить вас вернуть, вы приняли ее к ворожею, вы не поверили ей, таким образом, рукой будете пойманы. Как бы, типа, закрытие такого круга, да, закрылся на них. То есть, то, в чем их грех, то и привело, в конце концов, к падению. Окей. Здесь идут следующие три стиха, еще одно пророчество. И это пророчество связано с князем, князем. И сказано так. И ты, осквернивший, нечестивый князь Израиля, чей день наступил во времена последнего греха. В руины, руины, руины. Кстати, это перевод Раши. Слово, потому что на иврите нет слова руины. Так Раша объясняет фразу, на иврите это звучит. Ава, ава, ава. То есть, да, Раши говорит о руина, руина и руина. А Радак объясняет, что это не руины, а это извращение, извращение, извращение. А слово ивут. То есть, да, усиление. В любом случае, давайте дальше. Руины, руины, руины. Я превращу его. То есть, или, с другими словами, ивут. То есть, я извращу, извращу, извращу. То есть, выверну его царство. И этому не бывает, доколе не придет тот, у которого суд. И я его отдам ему. Окей. Мы уже видели в 12 главе. Кто такой этот князь Израилева? Мы уже видели, что Ихискель называет царя Циткия у последнего царя Иудеи. Он его не называет никогда царем. Он его даже по имени называет. Он его называет всегда князь Израилем. Пренебрежением. Очень часто. И он его называет здесь халал-роша. Что такое халал-роша? То есть, и ты, то есть, осквернившийся нечестивец. Халал-осквернившийся, это падший нечестивец, больше сказать. Халал, вообще, в принципе, халал у него двойное значение. Это упасть, или халал – это тот, кто упал, пал в битве. Халал-милхама, то есть, халал-бакраб. Таким образом, халал – это падший. Ты падший нечестивец, так он его называет. Можно от слова не халал падший, а от слова мехуляль. Мехуляль – это оскверненный. От слова, то есть, кадош, то есть, освященный, есть мехуляль. То есть, когда ты оскверняешь святость. То есть, он оскверненный, обратно от святости. Или халал – от слова намек на что, если осквернение. Как Прокоина сказано. Иша зона в халала ло иках. То есть, женщину распутную и оскверненную не возьмет. Тогда, в принципе, это название, это имеется в виду наш царь Циткия. А может быть, от слова херев есть 19-й, то есть, стих у нас. В 19-м стихе, что мы читали. И тысячелательские пророчества ударят ладонь о ладонь. И дается меч в третий раз для обреченных убийств. На еврейском звучит так. Херев шлишта херев халалим. Меч падших. То есть, да. И херев халал вагадоль. То есть, да. А большого падающего, то есть, погибшего. То есть, явно, то есть, это может быть намек слова халал, что меч придет к Циткияу. То есть, меч уничтожит процаря Циткияу. То есть, в принципе, что сделал Всевышний? Всевышний сказано, что он с него снимет. Давайте еще раз прочитаем, что он сделал с этим князем. Сними этот тюрбан и сложи с себя корону. Что это значит? Сними с себя тюрбан и сложи корону. Всевышний заберет царство у Циткияу. У царя. Не бывает доколь унижением возвысится и высокая унизится. В принципе, будет переворот с точки зрения власти. То есть, Циткияу, который висел, сидел наверху и над всем возвышался, он унизится, он падет. А то, что было внизу, поднимется. То есть, в принципе, будет полный переворот сего. И больше престола и царства уцарятся и Тькияу не будет. Но даже здесь, последний стих, то, что мы читали, 32 стих, в нем все равно звучит слова утешения. Там в руины, в руины, в руины превращу от царства. И этого не бывает, доколь не придет тот, у которого суд. И я его отдам ему. То есть, в конце, кстати, кто этот, кто, пока не придет тот, у которого суд, ему отдам его. То есть, царство превратится в руины, пока не придет тот, у кого правосудие. В принципе, Раша объясняет, что речь идет о Машеях. То есть, пока не придет Машеяха, в руинах будет царство. В принципе, что и произошло, кстати. После падения иудейского царства Циткияу, больше никогда ни один потомок Давида не сидел на престоле. В принципе, царства больше не было. Как такового царства, когда мы вернулись во времена второго храма, мы вернулись как вассалы и подчиненные Персидской империи. У нас не было государственности. Мы, в принципе, получили храм, автономию и так далее. У нас было управление людьми, кнестер, мудрецами, которые управляли. Но как государственно, то есть, да, мы были нашим царем, были персидские правители. Пока не пришел Александр Македонский. И не уничтожил Персидскую империю, но заодно не захватил иудеев. И став, сделав ее часть своей империи. Потом мы все знаем греки и хашманеи, то есть, да, ханука. И только после этого, когда хашманеи освобождают храм и изгоняют греков, они занимают то, что им не принадлежит. Они садятся на престол, будучи коинами. Им запрещено было садиться на этом престоле. Они на нем сидят на престоле. Это возвращение царства, которое, в принципе, какая-то независимость появляется. Не самая лучшая, конечно. Потому что цари не являются теми, кому положено сидеть. Но это то, что есть. Потом приходит Ирод Великий, который вообще не из еврейского дома. Ирод Великий был рабом. То есть, в принципе, это были Эдумеи, которых Александр Янай захватил. И насильно их сделал Гьюр. Причем Гьюр для рабства. То есть, не Гьюр для Гьюра, а Гьюр для рабства. И Ирод был рабом в доме царском. Он убивает свою царскую семью и занимает престол вместо них. По этой причине он пытается убить всех мудрецов. И по этой причине он так боится народа. И поэтому строит Мацаду, строит Иродион. Постоянно прячься от народа, потому что он боится, что его свернут. Его свернут, потому что он недостоин царства. Он вообще не из народа изначально. Но он великий архитектор и так далее. В конце концов, он приводится до римлян со всеми вытекающими последствиями. Так что, видим, престол царства так и не вернулся, не построил, как полагается, со временем, когда он будет разрушен. Тогда, когда пришел на вход нос и убрал с престола циткия. Пока не придет тот, у кого суд, которому будет отдан оно за царство, как Всевышний обещает, в принципе, снова слова утешения. Окей, стихи, которые заканчивают пророчество о мече, заканчивают приходом этого меча, в конце концов, к Амону тоже. То есть сейчас те стихи, что говорили, помните, на Фудносер стоял, свавилонский царь, на Фудносер, стоявший на распуте, идющий в Иерусалим, он раздумал идти на Амон или идти на Иерусалим. Так вот, на Амон меч тоже придет. И идет описание того, как этот меч придет на Амон. Это окончание пророчества. И ты, сын человеческий пророчества, скажешь, так сказал Господь Бог о сынах Амона. И о поношении их. И скажешь, меч, меч, обнаженный для избиения, отточенный до предела, чтоб сверкал. Снова видите фраза. Отточенный меч, чтоб сверкал. Это то есть близкое поражение. И ты, сын человеческий пророчества, и скажешь, так сказал Господь Бог сынам Амона. И по ношению их, и скажешь, меч, меч, а, сколько ты запустил? Возвратить его в ножны его. То есть вернуть этот меч в ножны. В месте, где сотворен в земле происхождение твое, судить буду тебя. Говорит сегодняшний. То есть это, да? И залью на тебя гнев мой огнем, ярости моей дуну на тебя. И отдам тебя в руки людей свирепых, мастеров истребления. Станешь ты пищей огню. Кровь твоя будет внутри земли. Не будешь ты упомянут. Ибо я Господь сказал. Окей. Вот этот вот последний кусочек нам осталось разобраться. В принципе, на окончательное, то есть маленькое это порочество, еще очередное о мече, показывает, что меч придет и коммунитяна. И она будет им наказанием за то, что они поносили. Кого они поносили? Они поносили народ Израиля. Как объясняет Радак, они поносили и презирали народ Израиля и радовались, когда те уходили в изгнание, выходя из своей земли. То есть омонитяне были, очень сильно радовались, когда мы потеряли свою землю, когда мы уходили, когда то, что с нами произошло. И радовались тому, что с нами произошло. Поэтому они за это заплатили. И мы это видим, это упоминается уже в 25 главе. Таким образом. То есть этот момент повторяется. Там тоже сказано. И скажешь сынам Амона Хискель, 25 глава, 3 стих. «Слушайте слово Господа Бога, так сказал Господь Бог, за то, что говоришь ты, ага, о святилище моем, потому что оно осквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, и о дом Иуды, потому что пошли они в плен. За это вот я отдаю тебя сынам Востоком в наследие». Сны Востока – это вавилонитяне. Павилон. «И расположат поселения свои у тебя, и поставят среди тебя жилища свои, они будут есть плоды твои и пить молоко твоё». То есть здесь это происходит. То есть да, то, что они сделают. Кстати, это не только у Хискеля, это просто. Пророк Цфанья тоже упоминает этот момент, что будет происходить с этим Гнегамомом. Сейчас вам прочитаю. Цфанья тоже это говорит. Сейчас открою его. Это вторая глава Цфанья. Цфанья, вторая глава, восьмой стих. «Слышал я брань Муава и ругань сыновей Амона, которые бронили народ мой и возвеличили себя на границах его. Посему жив я, кляну слово Господа, сводом Бога Израиля, что Муав как дом будет сыновья Амона, как Амура». То есть он их уничтожит полностью. То есть в принципе получается, кстати, мы увидели, можете были прослушать, что пророчество возвращается и используют абсолютно те же фразы, те же эпитеты, которые были сказаны про народ Израиля. Что народ Израиля будет уйдет в изгнание, то есть у него меч обрушится. Это происходит и с Амоном. Более того, Амон слушались кого? Слушались своих ворожеев и всяких так далее, которые ему обещали, что у них все будет замечательно. Всевышний говорит, я засуну свой меч в ножны, то есть да, я остановлюсь, но там интересно, после того, как он говорит это, вдруг появляется, что да, остановится это дело, то есть Всевышний как бы засунет меч в ножны и будет судить Амон на земле их. Казалось бы, то есть да, в отличие от Евреев, то есть в принципе меч прекратился, меч ушел в ножны, судим вас по на земле вашей. Но тут, когда не так, то и не так все просто. Меч ушел в ножны, чтобы поменяться на огонь. Я вам сейчас прочитаю это еще раз, давайте вернемся к нашей голове. И залью на тебя гнев мой, огнем ярости моей дуну на тебя и отдам тебя в руку людей свирепых мастеров истребления. То есть я мечта уберу, но ради того, чтобы излить на тебя огонь. Причем я залью на тебя огонь так, намного хуже, чем я излил свой гнев на народ Израиля. Что говорит Свящий Вишний? Станешь ты пищей огню, кровь твоя будет внутри земли, не будешь, что упомянутый, боя Господь. Что произойдет с Амоном? Амон исчезнет. То есть народ Израиля пострадал за свои грехи, но народ Израиля ушел в изгнание, но ни в коем случае не будет разорвана с ним никакая связь. Он не исчезнет. Наоборот, то есть написано Мы так читали, учили в 16 главе аллегорию про девушку-наденыша. Он говорит, и вспомню я тебе твой завет, то есть завет мой с тобой, в дни молодости твоей, и восстановлю тебе завет вечный. То есть Всевышний, в конце концов, народ Израиля не оставит. Он вспомнит завет, вспомнит, в конце концов, то есть то, что было в юношнице, гора Синаи, пустыня и так далее, как народ себя вел до того, как он предал Всевышнего и ушел во все тяжкие. Всевышний вспомнит, вернет, в конце концов, изгнание и не даст народу исчезнуть. С Амоном наоборот. То есть огнем будешь пожрана, кровь твоя будет внутри земли, не будет памяти о тебе. То есть ты больше не используешься. Амон, в конце концов, будет испепелен и уничтожен. То есть на этом, в принципе, заканчивается 21 глава. Если мы подведем итог, что у нас выходит, меч близок, очень близок. Всевышний ведет и показывает всевозможные царя Бабилонского Анафоноса уже совсем-совсем ударить. Народ не верит. Народ не верит и все символические действия, которые делает им Ихискель, они их не принимают. Он всякой фигней занимается, фокусы нам показывает. В отличие от того, что фокусы уже пророков они да, принимали. По этой причине по ним придется удар и они будут изгнаны. Они будут изгнаны со своей земли и царь Циткия будет, несмотря на то, что думал, что он такой большой и великий, он будет уничтожен, снят с престола, разрушится вся царство народа Израиля, пока не придет Машех. А с Омоном, который смеялся народом Израиля, который радовался, которому тоже всякие лже-пророки обещали, что у него все будет замечательно и классно, Всевышний расправится и уничтожит его полностью. Но он уничтожит, в отличие от народа Израиля, который у него завет, который он вспомнит ему былые дни, который никогда Всевышний не разорвет завет с народом Израиля, с Омоном сентиментов нет. Омон, как Сфанья говорит, не Хискель, Муав превратится в дом, то есть перевернутая выжженная земля, и Омон превращается тоже в выжженную землю. Кстати, можно посмотреть, как выглядит Ярдань. Выжженная пустыня. И там действительно никто особо не жил. Амонитяне, Муавитяне, как народы исчезли навсегда. На этом мы сегодня закончим. Я запись заканчиваю, поэтому тот, кто слушает запись, всем шалом, всего хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok